Добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать про электрочайник Жарков, который купили наши знакомые, которые пользуются. Это чайник китайского производителя. Он по цене очень недорогой, но смотрится он тоже интересно и красиво. Вот его внешний вид, скажем так, без коробки, в реальности. Чайник очень тяжелый. И пластина этого чайника очень легкая. Она пластмассовая и достаточно, как вы видите, тоненькая. При покупке керамического чайника учитывайте такой нюанс, что когда чайник нагревается или закипает в чайнике вода, ручка чайника, как в данном чайнике, должна быть максимально выпуклой, максимально отодвинутой, с учетом того, чтобы не обжечь в себе руки, потому что чайник очень горячий. Это один момент. Еще один момент хочу вам сказать, что чайник сам по себе тяжелый. Когда есть в доме маленькие дети, тоже может быть чревато последствиям. Можно нечаянно ударить, побить. Или, не дай бог, еще какие-нибудь проблемы могут возникнуть. Поэтому, на мой взгляд, с моими детьми, пока они не достигнут 7-8-9 класса, я бы такой чайник в свою семью не рассматривала. Также есть еще один момент в чайнике. Если вы закипятили один раз воду, второй раз подряд, через минуту, через две, вы не можете закипятить воду, потому что надо дать возможность остыть этому чайнику. Перепад температуры. Если керамика не выдерживает, то могут быть трещины, осколы или, не дай бог, лопнуть чайник. Это тоже такой момент. Включается он очень легко. Нажатием кнопки вниз, кнопкой загорается, зеленого, по-моему, цвета она горит. И потом отскоком оно выключается. И еще один момент в этом чайнике. Крышка должна быть вот так вот зафиксирована, когда будешь наливать воду, чтобы крышка не упала. Если крышку не зафиксировать, сейчас вы увидите, то при налитии воды она может упасть и побиться. Тен в самом чайнике, как вы видите, он такой выпуклый в виде пластины. Поэтому мыться изнутри, он будет очень легко и просто. Ну и само отверстие, как вы видите, руку засунуть тоже очень легко и просто. Чайник по цене недорогой. Кому понравился, кто загорелся или хотел приобрести такой чайник, взвесьте все плюсы, минусы и нюансы, решит для себя. Стоит ему покупать его или нет. В принципе, вот и все, что я вам хотела рассказать и показать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего интересного и нового для себя. Всем пока!